и снова здравствуйте с вами новости на светлой стороне здесь мы видим светлое даже в плохом подписывайтесь и поехали наши инвестиции на украине терпят убытки французский бульвар вольтер продолжает тему обмена инвестиций на жизнь на украине поднятый вашингтон пост вот только французы опять себя чувствуют обманутыми цитирую бывшего директора разведки франции алина жюльи зеленский дал поручение по которому крупнейший в сша пенсионный фонд black rock получает права на послевоенное восстановление украины а это значит что все опять будут делать американцы а мы останемся с носом как это уже было на балканах то есть в боснии и других странах региона а теперь вы готовы заглянуть за кулисы мировой политики увидеть все как есть без мишуры тогда слушайте внимательно жюйе тревожит эта информация потому что франция выделила в качестве помощи украине порядка 7,5 миллиардов евро после указа украинского лидера выходит что французская сторона по мнению миссию потратила деньги напрасно слышите помощь у них там на западе это не про заботу и человечность это покупка права на последующее обогащение за счет попавшего в беду и обратившегося к цивилизованным за помощью вот как это у них работает воистину ничего личного только бизнес калифорния ошеломлена размахом проституции и торговли людьми пока на восточном побережье в самой счастливой стране мира сша растет количество бездомных на ее западном побережье в калифорнии fox news обнажил взрывной рост проституции как удивительный этот цивилизованный мир пока в польше проституцию рекламируют как профессию мечты для любой женщины в калифорнии уже приняли закон разрешающий заниматься ей на улице что привело к росту преступности кстати и тут у них без транзисторных не обошлось цитирую местный лидер утверждают что торговля людьми и проституция свирепствует в золотом штате после новой реформы уголовного правосудия которая по словам авторов призвана защитить трансгендерных женщин от несправедливого преследования со стороны правоохранительных органов улица в центре района мишен сан-франциско настолько переполнена проститутками и сутенерами что городские власти даже установили заграждение жители жалуются что они переживают уже не только за собственную безопасность особенно ночью но и за уличных девушек вы можете себе представить понадобились заграждения а вот еще прямая речь местных жителей вот я вижу из окна как трое набрасываются на девушку сказала газете одна жительница сан-франциско они ее избивают вызываю полицию никто не проезжает я ничего с этим поделать не могу хотите еще шок-контент нет то что я уже рассказала это были еще цветочки теперь ягодки в окленде выставили проституток возле католической начальной школы и родителям по их собственным словам приходится провожать своих детей в школу мимо полу раздетых или вообще голых женщин ценности западного мира не такие ценности я вам доложу да и к этому еще надо добавить легализацию кражи до 950 долларов по закону сша это не уголовное преступление поэтому толпы вламываются сломами и битами и грабят магазины на сумму в пределах разрешенного законом лимита ай да цивилизованный мир и налет и на магазины одежды когда просто вот толпа ну как их назвать преступников вырывается хватает все что хватается и убегает названы самые романтичные города россии приближается праздник красоты на земле 8 марта мужчины есть возможность сделать необычный подарок своей любимой отметив этот день в одном из самых романтичных городов россии вам в помощь рейтинг экспертов из высшей школы экономики и так ялта основанная греками в 1154 году в 2018 получила титул город влюбленных высокогорные парки александровский сквер и пляж догомыс все для романтиков муром древнейший город символ города супруги петр и феврония образец идеальных семейных отношений основанных на любви и уважении взаимном доверии по преданиям целительница феврония дважды вернула князю здоровье а петр женился на ней пожертвовав правом на престол из-за неравного брака санкт-петербург попадает во все романтические рейтинги санкт-петербурге можно подняться на крыши с площадки музея эрмитаж видна нева причал и великолепные дворцовые сооружения а крыша отеля астория идеально подходит для встреч закатов тутаев эфир романтики там можно почувствовать рядом с воскресенским собором и усадьбой дворян зацепенных построенные в девятнадцатом веке и венчающий витиеватую дорогу к волге еще одно место романтик в пушкинские горы с михайловским имением родовым гнездом пушкина там русский дух там русию пахнет и наконец мещовск идеален для семейных путешествий расположен в калужской области город славен парками рекой туре или сами желаю всем отметить 8 марта романтично кровавая смерть либеральной мечты швеции швецию саму себя провозгласившую гуманитарной сверхдержавой затопила волна преступности среди детей мигрантов daily mail успокаивает своих читателей мол в британии не так все еще плохо как в швеции которая дорого платит за свою либеральную политику напомню что швеция кичится своими либеральными подходами и в миграционной политике и в правосудии а наши доморощенные либералы призывают нас максимально брать со шведов пример так какие же грабли они нам подкладывают цитирую шведская система правосудия ставит права молодых преступников выше прав их жертв и очевидно не может ничего исправить 20 лет назад здесь почти не фиксировалось преступление с применением огнестрельного оружия сегодня леденящие душу убийство перестали быть фантастикой еще одна страна где здравый смысл заменили на сказки и это уже система еще цитата согласно недавнему отчету полиции только в стокгольме насчитывается 52 банды борющиеся за контроль над сферой наркоторговли и они становятся все безжалостнее с рождества беспорядки в столице достигли масштабов эпидемии произошло 30 перестрелок и взрывов четыре из которых закончились человеческими жертвами половине подозреваемых не было и 18 лет элегантный стокгольм до сих пор славящийся скандинавским великолепием и аристократизмом теперь напоминает гангстерский чикаго и это все не путинская пропаганда чтобы получить более четкий образ происходящего швеции еще цитата мальчик в маске промекает многоквартирный дом в престижном жилом районе и выпускает в дверь 15 пуль из автомата а к-47 не знаю если кто-то внутри кажется что все что нам импортировали в 90-е теперь вернулся обратно к хозяевам но девушка сурово достала пистолет больно ла снова снова и хулиганов нет хулиганов нет 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 хулиганов нет хулиганов нет хулиганов нет украинская пшеница корм для свиней вместо еды для самых бедных в мире история про то как якобы россия стала причиной голода в бедных странах становится все большим фарсом цитирую евросоюз боролся за создание коридора для поставок украинского зерна морским путем чтобы беднейшие страны не столкнулись с голодом наверное в брюсселе решили что польза от украинского зерна будет больше если на столах европейцев будет лежать свежий иберийский хамончик по наличию которого европейский обыватель будет судить о сохранении высокого уровня благополучия а что до голодных детей автрики автор статьи отвечает цитирую объяснить такое безобразие просто испания заплатила больше денег и украина поставила каждый раз думаешь что же невозможно удивляться цинизму западной культуре все с ними понятно как появляется что-то еще более пробивающее дно еврочиновники сидят на наркотиках и не хотят переезжать в более бедный квартал сенсация из жизни прекрасного сада который трудно было бы поверить еще совсем недавно галочка ты сейчас умрешь ребят это какой-то сюрреализм материал от политиков во первых евро чиновники принимают колеса и пыхают во вторых они настолько никчемные что не могут наладить жизнь в столице бельгии началось все с того что евро садовники воспротивились переезжать из отдельного евро квартала в район северного брюсселя цитирую брюссельский политик обвинил еврократов в напускном возмущении в ответ на предложение переехать квартал победнее где свирепствуют наркомании и язвительно заметил что многие чиновники ес сами употребляют наркотики вот его прямая речь для тех кто вводит санкции и переправляет зерно африки в испанию многие сотрудники европейских учреждений сами принимают наркотики столицы ес евро чиновники не хотят переезжать в соседний квартал опасаясь преступности то есть эти самые чиновники не в состоянии навести порядок у себя под носом но втирают всем просад и навязывают свои правила и ценности остальному миру возможно такая неадекватности объясняется колеса зависимостью пастовую урсу медицинской откажитесь от завтрака чтобы сэкономить еще одна новая зарисовка для фанатов сша трубящих мифа о рай на земле благодаря его либеральной экономике и так в развитой стране члене большой семерки людям на полном серьезе предложили способ немного сэкономить не догадаетесь на этот раз как вот как не завтракать это не шутка дело в дефиците и росте цен в сша на продукты для завтрака цитирую яйца подорожали на 70 процентов по сравнению с прошлым годом это рекорд аж с 1973 года по данным министерства сельского хозяйства сша за последнюю неделю декабря запасы яиц сша снизились на 30 процентов по сравнению с началом 22 года замороженные негазированные соки и напитки включая замороженный апельсиновый сок годовой прирост в 12 с половиной процентов оказался высочайшим за последние десятилетия хлопья для завтрака годичный рост составил целых 15 процентов отчасти из-за скачка мировых цен на зерно в результате сбоев из-за конфликта на украине как оказывается украина сильно влияет на завтрак человека из страны самой мощной экономикой кто бы мог подумать ах 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 а теперь цыганочка с выходом цитирую поэтому не исключено что любителям плотно позавтракать лучше ограничиться чашечкой кофе да и то предпочтительно зернового а не растворимого хотите уже сейчас почувствовать себя частью великой америки не завтракайте так плохо только в польше мы хуже белоруссии польша как плохая копия сша похоже самые большие дотации отъезд не спасают эту удивительную по своей желчи страну на этот раз поляки в шоке от прогнозов мвф по их инфляции великое польское княжество оказалось худшим в европе и практически поравнялась с йеменом и нигерией цитируем мвф ожидает что в двадцать третьем году инфляция в польше достигнет 14,3 процента что ставит ее на 17 место в рейтинге это самый высокий показатель среди всех европейских стран ниже польши в списке расположились малави йемен нигерия и пакистан пока поляки нас не слышат скажу вам по секрету что молдавия с 13,8 процентов чувствуется лучше чем польша ну а если я скажу сейчас прогноз по россии то вы мои слушатели с дальнего востока услышите войс польши ладно все-таки скажу цитата россия 5 процентов мвф считает что в германии инфляция составит 7,2 процента во франции 4,6 процента в сша три с половиной процента я конечно не завидую сейчас всем тем кто животной радостью пророчил нашей стране экономическую смерть а нам нестерпимые мучения тяжелые для них времена январская инфляция в польше 17,6 процентов ну а у меня на этом все с вами была екатерина лоренс до новых встреч и не забудьте подписаться а и и Продолжение следует...